Всем привет! Итак, вводные. Вот у меня случилась такая беда, когда обломились три самореза из четырех на вот такую петлю. Ну, это говорит о качестве современных вообще саморезов, но здесь есть был и некоторый мой, конечно, косяк тоже. Тем не менее, проблему надо решать. Как ее решить? Высверлить не получится, экстрактор никакой здесь не подойдет, слишком маленькие саморезы. В общем, здесь вариант только один. Эти саморезы каким-то образом нужно высверлить отсюда трубчатым сверлом и затем забить туда какую-то заглушку деревянную и уже заново в них аккуратно выворачивать другие саморезы. Все, другого варианта здесь нет никакого, потому что уже здесь все резко под петлю есть, больше тут никак не получится. Можно, конечно, сделать еще один вариант. Заклеить вот эти штуки и переврезать петлю. Но, тем не менее, давайте мы... Это будет тоже не самый удачный вариант. Что здесь хорошо? Хорошо здесь то, что вот мы, скажем, вот это вот донце, мы можем здесь как угодно, в принципе, с ним работать. Почему? Потому что здесь будет все закрыто петлей. Ничего не будет видно, какие там какие-то косяки там будут. Суть этого все перекроет петля. Вот это как бы хороший момент. Во всем остальном только плохие здесь новости. Значит, теперь возникает вопрос, из чего сделать сверло? Значит, суть в том, что... Понятно, что существуют в природе какие-то подобные сверла для засверливания. Но мне нужно решить эту проблему вот сегодня. Сегодня где я буду искать это сверло? Совершенно непонятно. Здесь на помощь придет любая какая-то небольшая трубка. Я полазил по мастерской, и никакой трубки вообще... Ну, нашел несколько трубок, но они или алюминиевые были, и трубки все эти довольно большого диаметра. Мне нужна трубка небольшого диаметра. К счастью, нашел я у себя вот такой анкер. Вот такой анкер маленький. Вот такого диаметра. Здесь, наверное, М5, я так понимаю. Вот. И вот при помощи этого анкера мы будем высверливать. Значит так, я беру вот эту трубку из-под анкера, беру болгарку, кладу ее вот так. Значит, диск вращается у нас вот в эту сторону, сюда. Упираю вот этот анкер в щиток защитный для того, чтобы не выбило из рук. И аккуратно делаю вот здесь насечки, скажем так, зазубринки, которые будут являться режущими кромками. Теперь очень важно, берем наждачку мелкой зернистости, там 150-180, и убираем вот так аккуратно здесь заусенцы, которые образовались от пиления болгарка. Убираем, чтобы она была гладкая. Металл здесь, естественно, мягкий на этой трубке, но для, скажем так, высверливания трех-четырех отверстий его вполне нам будет достаточно. Все, вот трубка для высверливания готова. Теперь беру сверло диаметром 6,5 миллиметров и просверливаю отверстие, желательно перпендикулярно, конечно, к плоскости. Вот эта штука сюда вставляется довольно-таки хорошо, так как нужно, без лишнего люфта и так далее. То есть диаметр 6,5 миллиметров сюда оптимален. 7 миллиметров я пробовал, она болтается, 6 миллиметров не вставляется, 6,5 миллиметров. Значит, вот эта штука, она вот такая здесь с прорезями, ее вот надо вот так обрезать, вот болгарка. Как обрезать? Тут смысл в том, что зажать в какие тиски это нельзя, эта трубка сразу включится. Вот, геометрию тоже нарушать очень нежелательно. Я вот так это сделаю, смотрите, затыкаю вот этот болтик сюда, вот так, и аккуратно болгаркой, аккуратно, аккуратно болгаркой срезаю. Все, теперь вот эти заусенцы тоже убираем наждаком, и вот получается такая трубка. Если у вас есть какая-то другая трубка, скажем так, из лучшего металла, замечательно, но редко такие трубки встречаются. Вот что мы имеем, вот у нас, собственно, все сверло. Идем дальше. Обязательно надо будет потренироваться, потому что цена ошибки будет очень велика, очень велика. До тех пор, пока мы не поймем, что все получится нормально, мы не имеем права никаким образом здесь рисковать. В таких форс-мажорных операциях надо продумывать вообще все сразу, изначально. Итак, пробуем на дубе, потому что на сосне это не пойдет, сосна мягкая, дуб твердый. Теперь результатом моих первых проб стала вот такая вот история. Просто она согнулась у нас, потому что здесь есть прорезь в ней. Ну, вернее, не прорезь, она свернута, эта трубка. А почему? Потому что это на сосну два раза просверлило отлично, попробовал на дубе, и на дубе свернулось. А почему? Объясняю. Во-первых, я ее использовал во всю длину, почему я отрезал вот этот кусочек, это первое. А второе, важность нюансов, максимальные обороты ставим лучше даже, наверное, дрелью, чем шуруповертом. И подачу делаем не сильную, друзья. Подачу делаем не сильную. Обороты максимальные, а подачу минимальную, то есть силу нажатия. И периодически вот так вот ее поднимаем, это сверло. Как вы понимаете, если не использовать вот это отверстие, получается вот такая история. Смотрите. Мы не засверлились. Поэтому это отверстие просто как направляющие. Периодически вынимаем ее, потому что нужно куда-то выводить обязательно опилку. Все, получилось. Ну, на три отверстия, я думаю, хватит прочности этого металла. Итак, что мы получили? Получили мы вот что. Чем это выламывать? Значит, заточил саморез, острый, и аккуратно вот так выламываю. Выламывается, в принципе, без каких-либо проблем. Единственное, немножко она вот так вот у нас тут разрушается. Но это не страшно, потому что все закроется петлей. Вот все, я высверлил. Смотрите, получилось примерно миллиметров 15 глубиной. Этого вполне достаточно. Ну, и теперь уже высверливаем непосредственно сам саморез оттуда. Значит, для этого я вначале позиционирую вот это отверстие. Относительно вот этого отверстия, чтобы они были соосны. Здесь лучше всего это сделать просто при помощи фонаря, визуальным контролем. Видно хорошо фонарем. Так, все. Теперь не смещая эту штуку, аккуратно прикручиваем надежно струбцы, начнут никуда она не сдвигалась. И после этого начинаем засверливание. Засверливаем аккуратно, сильно не давим. Скорость делаем максимальную подачу, минимальную. И периодически вынимаем оттуда сверло, чтобы убрать продукты сверления, пыль. Получаем вот такую историю. Теперь уже можно сверлить и без вот этой направляющей. Если кто не понял, в чем прикол. А прикол здесь в том, что без вот этой направляющей будет вот так сверлиться. Так, ну а теперь аккуратно отсюда ее выламываем. Вначале выломал вот этот кусочек без самореза, теперь уже с саморезом. Самое главное, что она там уже поддается, вращается. Теперь просто нужно будет аккуратно это дело подцепить. Все. Вот он, злодей, обломившийся китайский саморез. То же самое делаю теперь и с другой штукой. Ну и опять аккуратно все это дело выламываем. С этим злодеем мне немножко побольше пришлось повозиться. Но все равно в целом операция завершена успешно. Теперь наша задача заделать вот эти отверстия. Ну а дальше поступаем очень просто. Берем шкант диаметром 8 мм, зажимаем его в дрель или шуруповерт. И при помощи наждачной бумаги обтачиваем до нужного нам диаметра. Делается это весьма и весьма быстро. Главное здесь не переусердствовать и не сделать диаметр этого шканта меньше, чем нужно. Но он должен садиться довольно-таки плотно в это отверстие, которое мы получим. Одно отверстие я уже заделал, но забыл включить там и звук. Но тем не менее покажу на другом. Ну вот обточили вот так этот шкант, чтобы он туда заходил довольно плотно. После этого туда в отверстие наливаем клей, берем ватную палочку, распределяем там его, наносим также клей и на шкант. И туда теперь забиваем его плотно до упора. Теперь беру мультимастер и аккуратно отрезаю этот шкант. Также здесь можно немного будет шлифануть, если шканты немного вытарщивают. Теперь я беру петлю, вставляю ее в этот паз, позиционирую ее правильно. После этого беру карандаш и обвожу контуры отверстий петли. После этого беру шило и аккуратно, точно по центру этих отверстий делаю наметки. Делаю их довольно-таки глубоко, чтобы потом сверло при сверлении никуда в стороны не уходило. Теперь я беру сверло диаметром 2,5 мм и аккуратно засверливаю. Теперь беру петлю и прикручиваю. Прикручиваю аккуратно. Главное опять не сорвать. Здесь лучше теперь перестраховаться, чем опять заново вот эту всю операцию проделывать. Здесь у меня саморез подлиннее, чем был, поэтому все. Все, слава богу, все теперь держится. Получается.